Всем привет! Сегодня будет небольшой поверхностный обзорчик и обзор этот посвящен выходу новой версии программы FlowCode. Я пользуюсь в своих уроках версией 5.5. Сейчас вышла седьмая версия FlowCode. Вот так выглядит основное окно. И чуть позже мы рассмотрим основные функции. Почему я пользуюсь версией 5.5? Потому что шестая версия по интерфейсу почти такая же, как и седьмая. И здесь очень большие изменения в плане интерфейса, в плане работы с компонентами. И судя по форму, точно не знаю, не разбирался с шестой версией и еще шибко не разбирался с седьмой версией. У компонентов закрытый код. То есть как в пятом FlowCode я не могу залезть в макрос компонента и написать там свою программу. Либо изменить какие-то его параметры. Здесь у нас есть только стандартная библиотека компонентов. Но значительно расширенная по сравнению с пятой версией. И возможность вставки на C, либо на ассемблере. То есть гибкость кода здесь заключена только во вставках на C или на ассемблере. Седьмая версия стала доступна вот только в начале июля. Сначала был предзаказ на покупку. И вот с 13 по-моему июля стала доступна бесплатная версия для скачивания. Бесплатная версия имеет ограничение по времени работы 1 месяц. И ограничение по компонентам и по компиляции. То есть она призначена просто для того, чтобы вы увидели интерфейс, ознакомились, поняли общие принципы. Полноценная версия Flowcode на сайте производителя для микроконтроллеров фирмы AWR будет стоить около 500 долларов. Ну я за свои деньги, конечно, покупать лицензию не собираюсь. Меня устраивает версия 5.5. Но я отправил письмо на сайт производителя с предложением, что типа вы даете мне полнофункциональную версию, а я вам делаю русскоязычные уроки по этой программе. Обзоры и обучающее видео. Конечно, маловероятно, что они согласятся, но посмотрим. Да, тогда нет, так нет. Итак, запустили программу. Выскакивает вот такая табличка, где предлагают ввести данные аккаунта. Мы нажимаем кнопку Run Free Version. Открывается окно. Здесь есть некоторый Help, некоторые пояснения. Обучающие элементарные видео вот здесь. То есть не обучающие, а вводный курс. И давайте нажмем новый проект. Нажимаем, выскакивает такое окошко. Здесь выбираем тип микроконтроллеров. ARM, AVR, PIKI, 16, 32, 8-битные. Так, No Chip это что? Это непонятно что. Ну давайте выберем AVR и конечно от Mega 8. Дальше. Тут у нас описание нашего нового проекта, если хотите. Основные опции, как и везде. Частота, тактирование, скорость симуляции во флоу-коде и использование дополнительного кода. Конфигурация. Если вы прошиваете контроллер напрямую из флоу-кода, есть такая возможность, но я ее не пользуюсь. То здесь можно установить фьюз-биты. Поэтому здесь я галочку убираю. Ну в принципе можно не убирать, она ни на что не повлияет в моем случае. Выбрали, нажимаем, ок. Открывается вот такое окно. Какое основное отличие, что в 7 и 6 версии появилось вот такое окно с 2D видом и есть 3D вид нашего готового устройства. То есть, допустим, вы делаете какую-то панель инструментов, например, вольт-амперметр. И вы размещаете нужные датчики на панели. То есть, вы примерно видите, как будет выглядеть панель и что она будет отображать. Внизу вот это поле стандартное, как и в пятой версии. Здесь различные сообщения, которыми я не пользуюсь. С левой стороны у нас переменные, дерево проектов. Выше у нас управление. Локальные переменные. Макросы. Вот сейчас у нас только один макрос. Мейн. Макросы компонентов. Так, и это что такое? Events, какие-то события. Ну, не знаю, с этим я пока не разбирался, не работал. Так, далее слева стандартная панель компонентов. Input, Output, задержка, циклы и так далее. Давайте попробуем поставить Input. Видим, вот так она выглядит. Output. И здесь мы можем изменять цвет вот этих вот значков. Если у вас сложная программа и какая-то группа команд выполняет некоторые действия, то, например, можно их разделить цветом, сделать их разным цветом. Это может быть удобно. Давайте попробуем Set Color и выбираем нужный цвет. Так, ну тут, видимо, нету пипетки, чтобы можно было взять цвет, допустим, этого верхнего кубика и сделать такой же. Поэтому придется подбирать. Ну, что-то вот такое. Окей. Она что, еще и двухстрочная? А, здесь у нас вот выбор. Главный цвет и вторичный цвет. Так, главный цвет я выбрал. Вторичный цвет выбрал. Ага, вот теперь полностью залился таким цветом. Посмотрим, что у нас внутри. То же самое. Вход, название компонента. Выбор порта. Переменная. И указываем либо маску, либо весь порт, либо какой-то определенный бит. Какой-то вывод. Так, тут все понятно. Чего тебе надо? А, переменная. Ну, не буду вводить. Выход. То же самое. Дилей компонент задержка. Те же самые функции. Устанавливаем значение. От 0 до 255. И выбираем, в чем оно. Микросекунды, миллисекунды или секунды. Цикл, if. И далее разветвление. То же самое. Операция loop. Цикл основной. Здесь, как мы видим, уже не вниз идет стрелочка, а вот так вот сбоку. Ну что ж, можем быть нагляднее это. Когда рассматриваем программу. Условия. LoopFile, LoopUntil, LoopCount. Так, далее. Макрос. Этого. Под программы. Макрос. Компонента. Сейчас у меня ничего не выбрано. Какой-то макрос симуляции. Видимо, это для 2D, 3D симуляции. Не буду рассматривать ничего. Про него еще не знаю. Ну и также прерывания, математика, C-code и комментарии. Посмотрим, что у нас в прерываниях. Так, стандартные таймеры по входу и по RS-232. Так, выше. Поиск чего-то. Это, видимо, поиск по компонентам. То есть, если мы хотим что-то найти, чтобы его здесь легче было найти. Ну, допустим. Дальше. Избранное то, чем мы чаще всего пользуемся. Входы. АЦП. И здесь разные внешние виды для модели. Для 2D, 3D модели. Потом энкодер. Тачпад какой-то. Клавиатуры. Переключатели и так далее. Выходы. Есть ЦАП. Интересно, как он работает. Ну, ШИМ и Спич. СПИЧ это компонент РЕЧ. То есть, вроде как, на выходе микроконтроллера мы можем получить некоторое слово. То есть, как будто контроллер говорит. В пятой версии флоу-кода эта функция недоступна для AWR. Только для ПИК, насколько я знаю. Ну, здесь она может быть и работает. Дальше. РГБ светодиоды. Линейки. Матрицы светодиодов. И здесь компоненты. Для панели. Дисплеи. Дисплеи на разных чипах. Графические дисплеи. И семисегментные. Сенсоры. Оптопары. Термисторы. Акселерометр. То есть, можно купить готовую платку. Например, на Алиэкспресс. Именно вот с этим чипом. И тогда он будет работать с флоу-кодом. Что тут? Видимо, эффект холла датчик. Это похожий датчик, срабатывающий на пересечение луча. И так далее. Магнитометры, потенциометры, энкодеры, датчик цвета. Есть такие на Алиэкспресс. Маленькие модули, которые могут определять цвет объекта, на который они направлены. Я не покупал еще. Не было необходимости. Может быть, когда-нибудь. Термометры, гироскопы, эффект холла, влажность. SHT21 датчик. Пероэлектрический датчик. Термопара. Тачпады. Ультразвуковой. Это, видимо, тот, который я делал урок. Скорее всего, работа с таким же датчиком. Коммуникации. Стандартный набор. Вроде то же самое, что и было. Добавлено вот это нетворкинг TCP IP, в которых я не разбираюсь. И что-то еще. Поддержка USB. Где-то тут было написано. Вот. И вот видим подсказку, что для AVR это бета-версия USB. И она может некорректно работать, либо вообще не работать. Вообще она предназначена для микроконтроллеров PIC. Ну ладно. Так, и здесь у нас DS1307, AT-команды. Ну тоже, видимо, интерфейсы. Ладно. Беспроводное. Bluetooth. Это модули покупать. GPS. RC5. Это инфракрасный порт, как у пульта телевизора. У AVR 5-й версии он не работает. А здесь что пишут? Ну здесь про фирму контроллера ничего не пишут. Возможно, работает и на AVR. Модуль NRF 24L01. Беспроводной модуль, работающий на частоте 2,4 ГГц. На пару десятков метров. Маленькая платка. И стоит очень дешево. И не помню, вроде где-то 50 рублей на Алиэкспресс. Одна плата. Это приемопередатчик. Очень интересная вещь. Я пока особо с ней не разбирался. RFID. Это ключи, карточки и так далее. Storage, хранение, EEPROM, флешка, часы реального времени и еще одна EEPROM. Так, мехатроника. Моторы, сервомоторы, соленоиды, то есть электромагниты. Шаговые двигатели. И формула AllCode. Это, по-моему, специальное устройство, которое продает сам производитель флокода. Так, МИАК модуль тоже. Вот это точно они. То есть на сайте флокода можно приобрести и купить вот такие вот модули. Там готовые панели, там кнопки, индикаторы, дисплеи и все такое. Что меня не интересует. DSP. Здесь работа с сигналами, преобразование в фурье и различные другие функции. Тоже пока мне не знакомо. Симуляция. Не знаю, что здесь. Тоже непонятно. Таргет чип, шейпс. Ну и формы для рисования, допустим, своего внешнего вида панели инструментов. И что у нас выше. Новый проект. Открыть. Перезагрузить текущий проект. Сохранить. Вырезать компоненты. Копировать компоненты. Вставить. Откат действий назад. Откат действий вперед. Help. Давайте попробуем открыть. Открывается страница производителя. То есть в интернете. Далее. Код профилинг. Что это значит? Ну какая-то отладка. Предлагает вот купить пакет дебагинга. Нафиг он не нужен. То же самое. Запуск симуляции в протеусе. Пауза. Стоп. По шагам. Двигаться при симуляции. Компиляция в C. Компиляция в HEX. И компиляция в чип. Так. Давайте попробуем что-нибудь добавить. Ну допустим. Светодиод. Это тут. Так. Это говорить нельзя в бесплатной версии. Ну а что можно-то? Нельзя. Вот. Добавился у нас светодиод. Вот он расположился на панели. И мы видим. Так. Его свойства. Пропорции. Цвет. Так. Вот подключение видим. Выбираем какой-то порт. Порт 2. Допустим. Или можно выбрать с помощью вот такого щелчка. Наводим мышку на тот вывод, который мы хотим подключить. Светодиод. И нажимаем там кнопку. Он будет подключен к этому выводу. И его свойства. То есть светится он при логической единице на выходе контроллера. Либо на выходе контроллера, когда логический ноль. Так. Ну если с этим все просто. Давайте попробуем что-нибудь посложнее. Допустим. RS-232. Даст, не даст. Не даст. А что даст? Да, походу ничего не даст. Что бы сюда добавить-то? Дисплей. LCD Display. 16.0.2. Вот. Дисплей получилось добавить. И вот мы видим изображение дисплея. Свойства компонента. Указано вот подключение. Что куда подключать. Можем конечно изменить. И все. Ну в общем для обзора хватит. Для меня это так же новая программа как и для вас. Я в ней ни разу не работал. Только вот такой вот внешний обзор. И как видим в бесплатной версии очень сильно ограничен выбор компонентов. Я конечно попробую сделать какой-нибудь простой проект. Чтобы его скомпилировать и сравнить код. Чтобы проверить на сколько размером отличается код полученный в 7 версии от размера кода полученного из 5 версии. Ну а этом пока все.